Ребята, всем привет! На канале новая история. Как же живет директор пятерочки в Москве с зарплатой 70 тысяч рублей в месяц? Александру 31, в пятерочке он работает уже четвертый год, изначально пришел на должность заместителя директора, но довольно быстро получил повышение и стал управляющим магазина. Средний месячный белый доход около 70 тысяч рублей. Его супруге 26, работает воспитателем в детском саду, прямо напротив дома. Зарплата 50 тысяч рублей. Вика ждет ребенка и готовится к декретному отпуску. До этого она несколько лет трудилась торговым представителем в крупной компании. Работа стрессовая и связана с постоянными разъездами. Решила сменить на что-то спокойнее. Познакомились они в магазине. У Александра есть однокомнатная квартира в подмосковном городе, которую он сдает за 16 тысяч рублей. Однушка досталась от родственников, но в том городке тяжело найти работу, и ему пришлось перебраться в Москву, а квартиру сдать. Еще есть бонусы. 10 тысяч рублей в месяц от поставщиков. Они платят за дополнительное размещение своих холодильников в магазине. Для них это дополнительная выкладка и продажа товара. Это серый доход, и его не одобряет руководство, но часто закрывает глаза на такие моменты, если к директору нет вопросов по работе. Жена Александра несколько раз в месяц занимается наращиванием ресниц. Когда-то хотела сделать это своей основной работой. Прошла курсы, купила стол, лампу, материалы, но не получилось. Оказалось сложно искать клиентов, и за пару лет она продолжает изредка наращивать всего нескольким девушкам. В месяц выходит 8 тысяч рублей. Какой общий доход? Сейчас семья со всеми подработками имеет доход около 150 тысяч рублей в месяц. Когда родится малыш, ситуация сильно изменится. Весь доход веки будут составлять только пособия. Через несколько месяцев поступления упадут примерно до 100 тысяч. Есть накопление на счету в банке 170 тысяч. Это деньги уже полгода откладываются на будущего ребенка. Предстоят серьезные расходы, и к ним хочется быть готовым. А вот регулярные расходы молодой семьи. Оплата ипотеки 46 тысяч. Была куплена квартира в новостройке в Павшинской пойме. Коммунальные платежи около 5 тысяч. Страховка жизни и имущества по ипотечному договору 1500. Итого 50 тысяч рублей в месяц. Расходы на машину 14 тысяч в месяц вместе с парковкой и страховкой. Еда, развеличение, уход за собой, здоровье и так далее. Всего около 100 тысяч рублей. А общая сумма расходов около 150 тысяч. Два работающих человека могут позволить себе что-то откладывать. Но с появлением ребенка Александру придется одному отвечать за доход семьи. А в расходах появится еще одна серьезная строчка. Дети это значимый источник трат в бюджете. В будущем Вика планирует еще раз попробовать заняться наращиванием ресниц. Александр задумался о карьере. Уже несколько раз предлагали попробовать стать супервайзером. Отказался. Доход у супервайзеров выше, но ответственность серьезнее и свободного времени нет. Видимо, пришло время делать выбор и расставлять приоритеты. А вы как считаете, ребята все просчитали или нет? Напишите, что вы думаете в комментариях. Если вам понравились, обязательно не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на наш канал Реальной Истории. Всем до новых встреч!